Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу как усовершенствовать бытовой инкубатор курочка-ряба. Такой инкубатор вмещает в себя 42 куриных яйца и вполне приемлем для начинающего и профессионального птицевода. Я пользуюсь этим инкубатором уже пять лет и в нем был ряд недостатков, которые я устранил и теперь он работает лучше. Данный инкубатор имеет защиту от перегрева корпуса, регулируемое время переворота и электронный автоматический терморегулятор. Он сделан из пенопласта, поэтому очень хрупкий и его необходимо беречь от ударов. Здесь на дне есть такая решетка, поддон и тарелочки для воды, которые лоратся в четырех углах. С двух противоположных сторон инкубатора оставляются такие алюминиевые уголки. Они нужны для того, чтобы по ним скользила решетка при перевороте яиц. Также есть специальный таймер с внутренним двигателем, который срабатывает при заданном времени. Необходимо прикрутить его в торце инкубатора, слегка проворачиваем его, вводим это в отверстие и он своим крюком одевается за выступ решетки. Крышка инкубатора оборудована смотровым стеклышком, выполненным срок стекла. Два патрона для ламп с отражателями. Лампы здесь по 40 ватт с маленьким цоколем и нужны для нагрева воздуха. Крышка ставится сверху в паз, поэтому циркуляция воздуха здесь идет через эти маленькие отверстия. Для контроля температуры в инкубаторе есть такой терморегулятор, который также состоит из табло, на котором указана температура. Задается на плюс и минус. Сюда подключается резетка на лампочке. Здесь есть термодатчик, который находится в такой термоусадке. Он опускается в это отверстие, которое подписано, отверстие термодатчика. И в таком состоянии все будет функционировать. Теперь попробуем пробдо загрузить яйца для инкубации и посмотреть на слабые его места. Вот у меня собраны яйца от домашних курей. Им уже 7 дней и их пора ложить в инкубатор. Яйца необходимо ложить боком по три штуки в одной ячейке. Вот появилась температурная шкала. Сейчас 22 градуса. Можно выставить больше или меньше, в зависимости от режима инкубирования. Здесь мы выставляем таймер времени, когда будет срабатывать переворот. Здесь также есть программные кнопки ОВ. Вот сейчас пошел переворот. Вот видно, что сетка двигается влево-вправо по своим полозьям. Сейчас выставлен промежуток времени 5 часов. Казалось бы, в этом инкубаторе все идеально, но есть один маленький дедостаток, который не дает нормально выводиться к курчатам. Примерный вывод цыплят из этого инкубатора 50 процентов, что очень мало. Необходимо его модернизировать. Вся проблема этого инкубатора заключается в конвекции воздуха, который плохо циркулирует внутри камеры. В результате центральная часть яиц возле ламп перегревается, а по углам остаются холодные. А должна быть стабильная одна температура для всех яиц. Немного смягчает ситуацию то, что яйца ходят туда-сюда на расстоянии 5 сантиметров, но этого расстояния мало для того, чтобы они прогревались равномерно. Для контроля температуры яиц, заложенных в инкубатор, я буду использовать инфракрасный термометр. Оптимальная температура для инкубации куриных яиц 37 и 8 градусов. Я ее выставил на термодатчике и посмотрим какая температура яиц. Температура яиц колеблется в пределах двух градусов. Как видим, разница температуры между центральными и боковыми яйцами в два градуса уже критично и нужно что-то делать. Для стабилизации равномерной температуры в камере инкубатора я предлагаю воспользоваться обычным кулером, который используется в компьютере для охлаждения блока питания или двух кулеров, которые применяются для охлаждения винчестера. Для электропитания этих кулеров необходимо от 3 до 12 вольт, что очень экономно и малозатратно. В результате можно пользоваться таким небольшим блоком питания, который позволит регулировать обороты вентилятора в зависимости от температуры прогрева. Наиболее приемлемое место для размещения вентилятора является центр крышки инкубатора между нагревательными элементами. Так как здесь наиболее высокая температура и необходимо ее разгонять по краям инкубатора. Для начала открутим две нагревательные лампы. Снимаем отражатели, выкручиваем лампы, откручиваем патроны. И здесь есть по картонке, которая предназначена для того, чтобы тепло от лампы не попадало на пенопласт, и он не оплавился. Теперь необходимо открутить по два шурупа до каждого крепления. Откручиваем второй цоколь. Теперь необходимо закрепить кулер где-то в этом положении. Но расстояние между отверстиями разное, поэтому необходимо что-то придумать, чтобы сместить этот кулер в сторону. Я вырезал из оцинкованной стали такие три полосы толщиной 1 сантиметр, длиной 20 и по 7 сантиметров каждая. Одна полоса будет идти от одного крепежа к другому, на нее будет прикручиваться кулер, а две другие будут расходиться слегка в стороны, потому что это расстояние не соответствует расстоянию до отверстий на вентиляторе. Очень важно не перепутать направление потока воздуха. Я буду делать так, чтобы воздух дул по крышке теплый и равномерно оседал по краям. Если мы развернем его наоборот, то воздух будет дуть в центральную часть и меньше поступать по бокам, поэтому лучше чтобы теплый воздух поступал сверху вниз. Вначале прикручиваем кулер к металлическим планкам. Для этого я использую небольшие шурупчики с гайками. Продеваем сначала в отверстие на вентиляторе, затем на планку и закручиваем с другой стороны гайкой. В конечном итоге получился такой крепеж для вентилятора, где одна планка жесткая и две другие регулируются, тем самым уменьшая или увеличивая расстояние между этими противоположными отверстиями. И теперь можно прикручивать на свое место крепеж лампы со своим цоколем. Не забываем вернуть на место картон для того, чтобы пенопласт в этой части не поплавился. Прикручиваем на место вторую часть патрона в ламп. Вкручиваем лампы. Я использую лампы philips мощностью 25 ватт. И прикручиваем на свое место отражатели. И теперь осталось только подключить кулер к источнику электрического питания напряжением от 3 до 12 вольт. Я для этого буду использовать блок питания для польской антенны, который имеет регулятор напряжения от 3 до 12 вольт. Но вы можете использовать то, что вам удобно. Продеваем провод питания через это отверстие. И припаиваем его к проводам пулера. Плюс к плюсу, минус к минусу. Это черный к черному и белый к красному. И изолируем провода термоусадочной пленкой с прогревом. И выводим этот стык наружу. Здесь ничего лишнего не болтается и не будет мешать перевороту яиц. Уменьшая или увеличивая напряжение можно добиться разных оборотов, тем самым контролируя температуру внутри камеры. Вот яйца уже нагрелись и можно проверить температуру по всему периметру внутренней полости инкубатора. Замеряем. Расхождение всего 1,1 градуса. Но если немного добавить обороты вентилятора, то возможно температура будет еще стабильнее. Этой температуры достаточно для нормального вывода птенцов. Вы были на канале деломастера боится. Смотрели видео о том, как своими руками модернизировать инкубатор курочка ряба и улучшить выводимость теплят. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok